Сегодня в каком-то смысле самая важная реакция. Мы долго к этому шли и наконец пришли. Мы решим задачи, которые мы решали все это время. Напомню, что у нас была задача. Мы хотели реплицировать произвольный автомат. State Machine Replication. Мы эту задачу свели к более простой. Мы свели ее к broadcast. Сейчас мы несколько минут повспоминаем, а дальше не забудем, а продолжим. Как мы это сделали? У нас были реплики. У каждой была копия автомата. И клиент, когда начинал свою операцию, он отправлял следующую команду какой-то реплики. Она ее бродкастила всем остальным, в том числе себе. И в этот момент, когда сама реплика инициатор, координатор этой операции убеждалась, что broadcast доставил ей сообщение, что порядок зафиксировался между другими конкурирующими командами, то эта реплика применяла команду к своей копии автомата и возвращала ответ клиенту. И операция его благополучно завершалась. Это была стрелочка такая. Если у нас есть другие команды, то они как-то упорядочивались этим самым бродкастом. То есть реплики видели все команды в одном и том же порядке. Дальше мы захотели сделать сам Atomic Broadcast, сам транспорт команд. Мы снова не стали его делать, мы снова его сверли к более простой задаче консенсуса. Напомню, как была устроена задача консенсуса. Там были узлы, у которых были какие-то начальные значения, и эти узлы должны были между собой договориться, какое же значение они выберут все вместе. Как выполнялось вот это сведение? У нас там было два слагаемых консенсуса плюс Reliable Broadcast. С помощью Reliable Broadcast мы просто рассылали все сообщения всем узлам участвующим, а с помощью серии консенсусов мы договаривались, в каком порядке все эти сообщения нужно будет доставить. То есть каждый узел проходил через серию консенсусов, и каждый консенсус ему говорил очередную пачку сообщений, которые нужно добавить к выстраиваемому порядку. Это все помнят, да? Хорошо. Что случилось на последней рекции? На последней рекции мы вот эту задачу изучали, потому что вот все эти сведения, они довольно тривиальны, и в конце концов свойства нашего реплицируемого автомата, его отказоустойчивость, будут зависеть целиком от отказоустойчивости этой задачи. Ну и по этой задачи мы выяснили два факта. Первый из них в чем состоял? Ну они оба состояли в том, что она не решается, но она не решается по-разному. Вот я хочу сейчас убедиться, что мы помним детали. Это уже более сложное утверждение. Значит, во-первых, было так. То есть никакой алгоритм не может завершаться в случае, когда у нас отказало более чем половина или более узлов. То есть нам нужно строгое большинство доступное для того, чтобы алгоритм мог выполнять свой выбор. Если же отказов половины или более, то и алгоритм при этом может завершиться. Это означает, что в случае партишна в сети, а отказ половину узлов от партишна будет неотличим для алгоритма, в случае партишна у нас будет два полушария одного мозга, и они будут независимо принимать решения. В случае Atomic Broadcast получится, что у нас в каком-то, в этом сведении получится, что в каком-то раунде, в каком-то интенсивности консенсуса у нас разный выбор был сделан для разных реплик, и наши, собственно, реплики здесь разойдутся. Вот мы этого не хотели допустить, и поэтому алгоритм должен был блокироваться. Но на практике это достигается тем, что алгоритм ждет какого-то кворма большинства и, значит, просто блокируется, если его не получается собрать. Партишны это или отказа совершенно уже не важны. То есть сам узел не понимает этого. Значит, это было первое утверждение. Второе утверждение было чуть более интересное. Она состояла в том, что любой алгоритм, каким бы он ни был, который претендует на решение консенсуса, в асинхронной системе, любой детерминированный алгоритм в асинхронной системе можно загнать в лайфлог, если этот алгоритм собирается вообще переживать отказы. Если хотя бы один отказ возможен, то лайфлог неизбежен, не то чтобы неизбежен, он всегда найдется. Это не значит, что алгоритм никогда не будет завершаться, это значит, что всего лишь существует такое исполнение, такие тайминги неудачные, при которых алгоритм не может сделать выбор. При этом мы не требовали, чтобы вообще сбои происходили. Нам было достаточно, что алгоритмы о них знают и пытаются переживать их. В самом лайфлоге, который мы строили, сбоев не было. То есть мы пугали консенсус этим отказом одним, он пугался и не завершался в каком-то исполнении. Но все это непреодолимо, конечно, и сегодня мы построим алгоритм, наконец, который решает эту задачу, и, конечно же, он упирается и в этот результат, и в этот результат. И хорошо бы это увидеть. Алгоритм это будет, наверное, самый известный. Ну их, наверное, два сейчас самых известных. Это исторически первый самый известный. И он называется как? Есть ли у вас какие-то интуитивные представления об известных алгоритмах? Он называется вот так. Пока ничего смешного не произошло. Мы его сегодня будем очень так долго и аккуратно разбирать, потому что наша цель сегодня, чтобы вы все его поняли. Но иначе просто бесполезно продолжать. Но начнем мы не с алгоритма, начнем мы с увлекательных историй про то, как этот алгоритм появился. Значит, начинается его история в далеком 1990 году, когда некто Лесли Лэмпорт написал статью, которая называется вот так вот. Знаком ли вам Лесли Лэмпорт? Чем он вам знаком? С тела и плюсами. Ну это сложная ассоциация. Слышали ли вы про тех? Слышали ли вы про ла тех? Ну вот ла это лэмпорт. Вам кажется, была смешная история. Я честно не скажу вам, чем в тонкости отличия тех от ла теха, но история там примерно такая была, что Лэмпорт давным-давно собирался писать книгу про конкарности, в которой вот все изложил бы. И ему для этой книжки нужно был инструмент, чтобы ее писать. Вот, значит, книгу он не дописал, а инструмент сделал. Ну вы можете почитать на Quory или на Stock Exchange есть хороший ответ про это. Что еще он замечательно сделал? Он ввел понятие happens before, с которым вы, возможно, знакомы по моделям памяти. Он придумал язык формальной спецификации, TLA+, про который мы поговорим позже еще. В общем, целый человек и пароход. Пионер этой области. И вот он написал статью. Как она начинается эта статья? Но если вы читали Эпстрок, то уже заметили что-то странное, а если не прочитали, то уже поздно. Статья начинается, она вообще про историю, про историю древнегреческой цивилизации, которая существовала на острове Паксис, но, к сожалению, не дожила до наших дней. История начинается с того, что вот когда-то на этом острове была форма правления, островом управлял совет священников, но потом на острове развивалась торговля, проходили всякие торговые пути через него, и в конце концов этот совет священников был заменен парламентом, который должен был принимать законы и регулировать эту самую торговлю. Ну вот, как же мне будет далеко ходить к этому ноутбуку каждый раз. Ну вот, например, законы там были такие, какие-то цены или налоги на оливковое масло, запрещено писать на стенах храма. Ну вот разные законы парламент должен был принимать. Но была некоторая проблема. Проблема состояла в том, что люди, жители этого острова, были очень заняты торговлей, очень увлечены этим и не хотели посвящать свою жизнь работу в парламенте, который бы эти законы фиксировал. Более того, они не могли даже выбрать секретаря, который бы этот свод законов вел. Поэтому что они сделали? Ну, задача у них была, значит, составлять свод законов или указов там было. Если это похоже на бред сейчас, то, ну, расслабьтесь и не рефлексируйте глубоко. Ну, сейчас я расскажу. Есть парламент, он должен составлять свод законов. Ну, вот, собственно, задача ставится. В парламенте никто из выборщиков не мог присутствовать все время, не хотел. Они хотели там приходить, немножко работать и уходить. Ну, конечно, они, ну, и поскольку не было никакого координатора или секретаря, который бы отвечал за весь процесс этого выбора, у каждого выборщика, который был в парламенте, у него была собственная копия этого свода законов. Ну, то есть, собственно, такая вот последовательность принимаемых указов. Каждый выборщик писал ее на своей отдельной табличке какими-то несмываемыми чернилами. И если он уходил из парламента, то он табличку аккуратно оставлял, потом возвращался и брал ее. И вот все вспоминал после этого. Но дальше этих выборщиков постерегала новая проблема. Вот видите, новый пункт начинается. Вот этот пункт, он примерно про задачу. А этот пункт примерно про модель. То, что я сейчас буду говорить, это модель. Эти выборщики собирались в некотором зале, но так получилось, что акустика в этом зале была неважной. И никому не удавалось сделать там простую вещь. Просто встать и сказать что-то всем разом. Они могли только... Что делать? Нет, они могли нанять гонцов, которые предоставляли их сообщения адресату. И об этом какой-то вот этот абзац повествует. Но эти гонцы были не очень ответственны. Они могли... что-то произошло. Лучше не становится. Ну, в общем, эти гонцы, вот они могли уезжать в отпуск на полгода. Могли забывать, что они уже доставили сообщения. Могли просто уходить оттуда из парламента. Ну, и вот сообщение пропадало. Ну, в общем, там целая история дальше развивается. Ну, не будем совсем уж далеко уходить в нее. Наверное, примерно понятно, о чем идет речь. Как это переложить на человеческий язык? Ну, вот сам Лэмпорт в начале статьи пишет, что... Вся эта история, она удивительным образом похожа на задачу отказоустойчивой репликации в распределенных системах. И поэтому вот тот алгоритм, которым вот эти жители острова Паксос добивались работы этого парламента, он может быть интересен и нам. Ну, вот мы сегодня здесь за тем, чтобы, собственно, этот протокол изучить. Ладно, я промахиваюсь снова. Ну, шутка на этом, конечно, не исчерпывается. Я потом еще расскажу, там много забавного. Ну, вот, ну и видите, какой абстракт у статьи, что... Там снова какие-то археологи. Ну, и сам Лэмпорт пишет, что он всего лишь какой-то археолог, который имеет такой косвенный интерес ко всем этим распределенным системам. Более того, говорят, или он даже сам пишет, что он доклад про этот алгоритм делал в костюме Индиана Джонса, чтобы довести до особой ситуации. Вот, значит, не знаю, как вам, зашла шутка или нет его. То есть, разделяете ли вы чувство юмора или нет. Но... Что случилось в жизни после этого? Он отправил свою статью на конференцию. Хотя, ладно, секунду, до этого дойдем еще. Почему он так сделал? Вообще-то он уже так делал раньше. Вот он писал статью, которая называлась «Византийские генералы». Слышали про них? А почему вы о них слышали? Откуда? Ну, вы могли слово «византийский» слышать в контексте каких-то биткоинов, блокчейнов, чего-то подобного. Ну, потому что говорят, что блокчейны решают задачи византийского консенсуса. Византийского — потому что узлы могут действовать как-то произвольным образом. Да, Лэмпорт там тоже ниже пишет, что участники этого парламента были, на удивление, честны, и никто не подвергает сомнению их репутацию. Они никого никуда не обманывали. Значит, мы работаем не в таком мире. Но вот до этого Лэмпорт писал статью про византийскую модель. Там тоже была такая псевдоисторическая легенда про каких-то генералов с их армиями, которые осаждали город. Они должны были атаковать, либо координированно отступить. Но среди генералов были предатели, и нужно было построить протокол, который был бы устойчив к поведению. И тогда шутка зашла. Ну, потому что вот термин прижился, вы это сами видите, значит, очевидно удалось. Лэмпорт решил повторить, и вот не получилось. Он отправился на конференцию, и дальше он пишет, что произошло. Вот он пишет про то, что люди запомнили Индиана Джонсона и не запомнили алгоритм, что, в общем, неудивительно. А дальше он пишет, что он отправился на конференцию на TOX, а ему ответили, что алгоритм он все пожелтело. Он умеренно интересный, но кажется не очень практичный. Хотя вот небезызвестная компания Google поверх него построила всю свою инфраструктуру. Ну, тогда, в общем, его не поняли. Ну, а греков нужно вообще оттуда убрать. Ну, понятно. Лэмпорт был очень огорчен, что люди в его области не разделяют его чувство юмора, и он не стал менять ничего. Вот. И статья не была опубликована до 98-го года. Впрочем, и тогда он тоже ничего не поменял. Вот. Ну, а дальше он... Ну, ее опубликовали, но все равно никто не читал. И вот он пишет, что в какой-то момент, его это уже достало, что никто не читает его статью. И он на какой-то конференции, значит, объяснил эту статью нескольким людям. Ну, потому что он считал, что алгоритм простой и понятный, что там вот легко разобраться. А потом, значит, пришел домой и взял и написал другую статью с простым объяснением, которая там занимает 13 страничек и в которой нет формулы сложнее, чем N1 больше, чем N2. Ну, чистая правда. Сейчас мы найдем эту статью. Вот она. Она называется Paxos простыми словами. Тут выглядит она очень просто. Ну, чем она отличается от предвыдущих, я сейчас еще подробнее расскажу. У него забавный абстракт. Не часто такого видишь в жизни. Вот. И, значит, он там, он через статьи жалуется, что… Значит, исходная, ну, оригинальная статья, она была «Too Greek for many readers». Вот. И он написал вот без этих вот, без этих вот шуток. Но на этом, как бы, смешные вещи не заканчиваются. Он написал эту статью в 2001 году. Это, там, 98-й или 90-й. 2001-й – это Paxos made simple. В 2015 году, как пишет сам Лэмпорт, один человек с Амазона обнаружил, что в этой статье, которая написана на простом английском языке, есть неточность, но неоднозначность. И если вот эту неоднозначность неправильно интерпретировать, то получится алгоритм с ошибкой. Но Лэмпорт пишет вот здесь, что я не собираюсь исправлять эту ошибку и даже не буду рассказывать, где она. Вот. Пожалуйста, не читайте эту статью. На смысле, следуйте формальному описанию алгоритма, которое было в первой статье про греков. Типа, читайте ее. Вот. А что было не так с этой статьей? Ну, можно было подумать, что она про греков, поэтому никто не читал. Ну, нет. Это только одна половина истории. Вторая проблема с этой статьей была в том, что… Ну, греки – ладно. А другая проблема состояла в том, что статья была, ну, излишне формализма… Но с такой степенью формализма было написано, что невозможно. Ну, вот. Какие-то простые рассуждения проводятся максимально строго. Ну, и читать это нет никакого желания абсолютно. Почему он так сделал? Ну, потому что в тот момент он увлекался формальной спецификацией, язык придумывал свой, и ему не хватало строгости. Вот он ее форсил. Еще один смешной факт про эту статью. Он там… Там статья про греков и есть греческие имена. Ну, например… Сейчас мы найдем что-нибудь. Там их много. Я самое простое найду. Ну, вот, например, греческое имя. Вот. Короче, там много греческих имен. Все прочитали, да? У вас никакой интуиции нет. Это Dextra, да. Ну, в общем, там много греков было в статье. И вот кто-то у нас так как Change спрашивает, а кто все эти люди? Все эти греческие имена. Ну, в общем, Лэмпорт, он туда вот запихал всех ученых, всех, с которыми он работал вот в этой области, переделал их имена на греческие. Вы уж извините, что трекция такая странная, но я не могу просто рассказывать, это слишком забавно. Тут есть еще одно смешное слово. Оно уже про термин, а не про имя. Хорошо бы мне его сейчас найти. Кто-то не позаботился об этом заранее. По-гречески я не смогу его искать просто здесь. Вот что неприятное. Можно вспомнить контекст. И искать контекст. Что там было реально? Вот, я нашел его. Вот слово. У меня почему-то не делается крупнее ничего. Как мне увеличить шрифт здесь? Команд плюс. Команд плюс не работает. Вот сейчас уже не работает. Ну ладно, если вы видите, то попроб… Или давайте я перепишу это слово, а мы потратим… Секунду. 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 Это вам не помешает. Ну вот, слово. Напомню, что вы читаете алгоритм, там термин появляется некоторый, и вы должны им оперировать дальше. Это термин? Да, это термин. Это не имя уже. После Z пропущено… Пропущено что-то… Да, да, это буквы. Ну, как эти слова читать? Нужно читать буквы, и вы произносите вслух буквы. Видите альфы, берете первую букву. Вот А, вторая. Ну ладно, вы, кажется, справляетесь. Значит, это большинство. Ну, то есть, кворум, который там собирается где-то по пути. Ну, в общем, статью читать нелегко. Но, что удивительно, статья крайне содержательная. Вот в 2013 году написали PHD статью про алгоритм RAFT. Я сейчас про него немножко расскажу, в смысле про историю. Вот. И там PHD примерно про то, как сделать распределенную систему. Прямо вот инструкция на 200 страниц. Все этапы, все детали. Вот здесь почти все это было. Просто оно было про греков, там солнечные часы и каких-то там сырных инспекторов. Ну, короче, полная дичь какая-то. Но если вот через все это посмотреть, то вот Лэмпорт все это понимал тогда. Ну, конечно, не в такой степени, но вот там прям многие пункты, которые в PHD про RAFT есть, главы. Вот там в парламенте все это описано. Вроде бы даже в Эфтректе статьи про RAFT написано, что паксус слишком сложный. Вот, да. Давайте про это немножко поговорим. Потому что к паксусу есть претензии некоторые, что он сложный и непонятный. Вот, в частности, изобретатели алгоритма RAFT, который второй самый знаменитый алгоритм, они утверждают, что вот невозможно это понять. Он слишком, вот он буквально сложный и непонятный. Вот, и поэтому они пишут даже, что они, по-моему, сами не поняли. А, ну вот, значит, они сами страдали от понимания этого алгоритма. А он вообще применяется где-то? Паксус? Да. Ну, вот Google написал сервис блокировок и свою распределенную базу данных с помощью паксуса. То есть там поняли. Поняли, да. А мы еще не понимали. Так вот, тут есть два обмана целых. Во-первых, паксус, вот псевдокод его, ну, не совсем точный, но неважно. Вот он. Я не знаю, сложно ли это, может быть, это очень сложно. Это все, да? Да. Ну, как бы вот алгоритм весь. Чем проще платим, сам не понятно. Вот, значит, люди говорят, что они не могли понять паксус, поэтому придумали свой понятный алгоритм. То есть у них даже статья называется «В поисках понятный алгоритм и консенсус». Вот. Но я вот сейчас вам расскажу этот алгоритм и на следующей лекции через неделю на семинаре попытаюсь убедить, что вот этот алгоритм на самом деле это паксус, и они все вот лгут. Ну, не то что лгут, но не договариваются. То есть они вот решают немного другую задачу, вот Atomic Broadcast и не консенсус, и в чистом виде. Вот. Но если присмотреться и немножко подумать, то вот одно в другое вот прямо вот мачется однозначно. Вот. Есть только один класс алгоритм? Ну, мне кажется, что да. Вот. Но люди, которые придумывают эти алгоритмы, они так не считают, конечно. Ну, их можно понять. Что еще? Вот сам Лэмпорт пишет, что набор от алгоритма несложный. Он набор один из самых простых вообще распределенных алгоритмов. И более того, он пытается убедить в этой статье в Paxus Made Simple, что алгоритм практически неизбежно следует из-за каких-то таких очевидных наблюдений. Ну, то есть вот… Ну, они не так похожи. М? Поэтому они так похожи. Вот. Но каждый из них и в статье про Raft, и Лэмпорт здесь, они по-своему говорят неправду. Правда, где-то посередине, как обычно. Вот. Мы должны это установить. По поводу названия еще. Есть, опять же, неоднозначность. Когда говорят, что Raft проще Paxus, вот непонятно, что они называют Paxus. Дело в том, что вот есть протокол, который называется Single Decree Paxus, потому что он решает задачу консенсуса или выбора одного указа в парламенте. Single Decree Paxus. Или Basic Paxus. Или его сам Лэмпорт называет протокол синода, потому что так священники что-то выбирали. Но больше никто так его не называет, конечно. Вот. Это алгоритм, который решает именно задачу консенсуса, вот изолированную такую, не прикладную, в общем. Решает очень понятным образом, доказывается просто и занимает его 20 строчек. А есть алгоритм Raft, который решает задачу, ну, по сути, Atomic Broadcast. И вот сегодня мы разберемся с этим протоколом. На следующей лекции мы построим MultiPaxus, который решает как раз этот самый Atomic Broadcast. И вот, видимо, когда они говорят про Paxus, они сравнивают на самом деле вот это себя с ним. А беда в том, что вот эти товарищи, они свой протокол описали максимально подробно и точно, вот без всяких однозначностей. А вот эта модификация, она нигде не описана. Ну, вот просто нет ее. То есть, ну, нет канонического изложения, где бы все детали были вот прописаны максимально строго. Да, кстати, но эта статья все еще не закончилась. Вот в 2007 году у нас будет тоже про эту лекцию, а через две недели была написана статья Paxus Made Live. Ее уже, кажется, в Гугле написали. И она была про то, как взять вот этот алгоритм теоретически и получить из него какую-то практическую промышленную систему. То есть, какие еще детали там нужно докрутить, чтобы это все стало полезным. Ну что, кажется, мы прошли историю. Наконец. Теперь можно поговорить про сам алгоритм. Но, как утверждалось, он сложный и непонятный. Во что это выливается? Это выливается в то, что я не знаю, как его инкрементально объяснять. Кажется, что это невозможно. Вот Лэмпорт делает это в своей статье. Если у нас останется время, мы на семинаре попробуем прочитать ее. И убедиться, прав он или нет. Но я в это не верю. То есть, я считаю, что алгоритм можно объяснить сразу весь. И это единственный способ. То есть, это сопряжено с некоторыми неудобствами. Вам сейчас покажут какие-то странные манипуляции. Вы должны в них поверить и потом понять. Но что поделать? Такой алгоритм родился. Итак, мы решаем задачу консенсуса. То есть, никаких бродкастов, никаких порядков нет, никаких законов. Мы выбираем общее значение. Общее значение. У нас будут N каких-то узлов. И эти узлы могут играть разные роли. Роль бывает пропоузера и роль бывает акцептора. Это именно роли. Это вот не разные узлы. То есть, один и тот же участник, один и тот же узел физический может играть разные роли в зависимости от ситуации, от коммуникации, в которой он участвует. Задача пропоузера – предлагать значение. То есть, у него есть значение, он хочет, чтобы его выбрали. Это активный участник, он инициирует коммуникацию. Акцептор – это участник, который голосует за то или иное предложение. Их задача – отдавать их свои голоса. И потом, если их будет достаточно много, то что-то хорошее возможно получится. Коммуникация устроена очень простым образом. У вас есть пропоузеры, у вас есть акцепторы и общение только в таком виде. Пропоузеры между собой не общаются, акцепторы между собой не общаются. Акцепторы только отвечают на сообщение пропоузеров. Пропоузеры выдвигают предложение. Предложение – это пара. V – это, собственно, значение, которое было у участника. А N – это… В статье это называется ballot number или proposal number. Это некоторый приоритет. Такая маленькая интуиция пока для неописанного алгоритма. Как он примерно будет выглядеть? Ну, вот очень неточно и вот очень далеко от истины. Задача пропоузера – получить голоса от большинства акцепторов. Для этого пропоузер будет действовать примерно так. Он хочет взять блокировку на большинстве акцепторов, а потом записать на них значения. Но вот блокировка в распределенной системе – вещь ненадежная. Если вы с блокировкой умрете, то ничего хорошего вас не ждет. Ну, не вас, а всех остальных. Поэтому блокировку нужно перехватывать. Вот приоритет этот ballot number – он примерно про то, как перехватывать блокировки. Значит, и сам этот ballot number – это, в свою очередь, пара из некоторого числа и ID процесса, ID пропоузера. Затем, чтобы все эти ballot number были уникальны и упорядочены. Ну, то есть мы их сравним лексикографически, просто есть некоторый глобальный порядок. Нам не требуется никакой монотонности здесь, ну, как было в алгоритме с регистром. Просто выбираем какие-то числа и вот получаем уникальный ballot number. Теперь, собственно, сам протокол. Смотрите, сейчас не должно быть понятно. Ну, в смысле, понятно, как бы, зачем и почему. Должно быть понятно, как все происходит. В алгоритме две фазы. В первой фазе proposer, у которого есть некоторое значение v, он выбирает себе n, ballot number. Вот у него есть n. И отправляет на акцепторы сообщение prepare. С этим n. Ну, я нарисовал n2, потому что он ожидает подтверждения от Quorum и, видимо, хочет получить вот два ответа из трех. Ну, у нас по-прежнему три акцептора, этого нам хватит. Каждый акцептор хранит у себя следующие величины. Давайте я поставлю вот сюда. У каждого акцептора есть значение np. Это максимальный n, который видел акцептор. То есть в каждом сообщении, которое он присылает, будет этот ballot number. И вот np — это просто максимальное значение, которое он видел в своей жизни. Среди всех? Ну, среди всех полученных сообщений. От одного, по поводу или от всех? От всех. Окей. Вот. И у него будет пара n, a, v. Это тот proposal, за который он проголосовал. Это в алгоритме называется акцептор. Вот. У него есть пара, и она означает, что сейчас акцептор голосует вот за такую пару. За такое предложение. Какой момент вы читаете? Что? Ну, сейчас я опишу это. Пара может меняться. То есть голос акцептора не окончательный, он может его изменить. Так вот. Proposer посылает prepare акцепторам. Акцептор его получает. Что он делает? Он смотрит на n и смотрит на свое np. Если n больше, чем np, то в этом случае акцептор обновляет свое np и отправляет proposer обратно сообщение promise. n и свою пару, n, a, v, a. Он еще раз подвал акцептор . Ну, это просто его состояние. Это вот, вот это все. Это состояние акцептора. То есть обновь всех пить, предположение от времени np. Да. Ну, сначала ты сделай там какое-нибудь минус 1, 0. Ну, какое значение не среди. Меньше, заведомо меньше всех будущих пропов... всех будущих ballot number. Вот, значит, акцептор обновляет np свое и отправляет выбранную пару. Ну, ту пару, за которую он сейчас голосовал. Почему promise? Потому что он обещает игнорировать все сообщения дальше, у которых n будет меньше, чем это. Поэтому promise. Значит, в этом месте proposer дожидается промисов от большинства. Именно промисов. Промисов, да. Ну, вот этих ответов. Ну, помисов, наверное, меньше, чем мы... Можем ничего не отвечать. Ну, так не стоит делать, но можем пока ничего не отвечать. Это не очень важно сейчас. Здесь мы дождались ответа от Quorum и смотрим на полученные пары. nv, которые мы получили. Какие у нас варианты? Либо во всех этих парах va — это вот ничего. То есть значения еще не было... Не было никакого голоса отдана этим акцептором. В этом случае мы будем предлагать свое значение. Если же уже что-то было выбрано, то есть если хотя бы одно va, полученное было чем-то проинициализировано, то мы свое значение v забываем, которое у нас было, и выбираем это. А если a1 и a2 прислали разные пары? Ну, мы смотрим, у кого na больше, и выбираем то значение. Если никто ничего не прислал, то есть у всех пусто пока, мы выбираем свое. И пытаемся это выбранное v со звездочкой записать теперь под своим номером n на этих акцепторов. На самом деле, не обязательно на этих, но я нарисую пока так. Мы посылаем сообщение propose n v со звездочкой. И нам отвечают, возможно, сообщениями accepted. Это означает, что если акцептор здесь получил такое сообщение, и он по-прежнему видит, что это n больше, чем его np, не меньше уже, то он обновляет свою пару. n a v. Если же он видит, что сообщение уже заблокировано другим proposer, с большим n, с большим ballot number, то он его скипает. И это, ну, ничего не отвечает, например. Вот. Ну, видно, что на обоих итерациях фаза первая — это фаза вторая. Она называется, собственно, prepare и propose. Ну, либо еще называют ее акцентом. Лэмпорт называет это, значит, p1a, p1b, p2a. Ну, чтобы было понятно, наверное. p2b. Это коннотация. Ну, вот такой вот протокол. На каждой фазе у вас могла случиться неприятность, вы могли не собрать кворум. В любой непонятной ситуации вы притраетесь и выбираете себе новое n. Побольше, чем предыдущее. Так и нам же не отвечают. Можем ждать вечно. Ну, можно ждать вечно. Ну, в реальности зачем ты будешь ждать вечно? Ну, просто потаймалку, делаем ритрайт. А какая она выбирается? Что? А какая она выбирается? Ну, тут можно самим подумать уже. Ну, сначала ты можешь взять, не знаю, текущее время. Можешь, да. Можешь число выдумать любое. Тут важно, что они у всех будут различными, потому что у всех различная вторая компонента уникальная. Поэтому тут главное линейный порядок получить на всех этих про позов. То есть ты всегда понимаешь, что ты можешь сравнить на больше-меньше всегда. Смысл пока непонятен. Это нормально. Понятен не сам протокол. Да. А n как-то меняется? Ну, если мы не собрали хворум, не получили промисы или акцепты от большинства, мы ретраиваемся и повторяемся с самого начала просто с другим большим n. Ну, мы не собрали хворум либо потому, что большинство умерло, но тогда уже не важно, что делать. Либо если у нас какие-то акцепторы уже узнали про n побольше, чем наши, и нас отвергают. В этом случае мы попробуем снова переходить инициативу. Да, акцептор ломит прополосу, он перезаписит акцептор, да? Да, он обновляет себе свое enava. Если бомбашка выделит GTP? Ну, этот шаг, он утомарный. Я как-то странно нарисовал. А нас отвергают, даже если у нас V такая же, как нам прислали, но маленький F. Мы смотрим только на n, когда отвергаем или не отвергаем. На V мы не смотрим вообще. После получения промис мы еще раз, если там что-то есть в VA, мы заменяем... Ну, вот мы получили эти промисы, мы как-будто заблокировали большинство акцепторов сейчас. Они как-бы наши, то есть они нас слушают теперь. Если не придет кто-то старший. Так вот, пока они нас слушают, мы сейчас должны выбрать значение. И вот значение мы можем выбрать либо свое, которое у нас было, либо что-то, что уже лежит на них. Сейчас это будет видно почему. Так вот, если на одном из акцепторов, от которых мы получили промисы, хоть что-то лежало, то мы выберем их значение, его значение. Ну, выберем значение с максимально полученным NA. Если ни у кого пока ничего нет, то мы выберем свое значение. Нам же не важно, что мы должны победить непримерно. Нам нужно значение выбрать. У них цель такая. В том случае тогда, после пропоуза, акцептор отвергает? Отвергает, если полученное N. Но вот видишь, в каждом сообщении от пропоузера акцептора есть N. Вот акцептор смотрит, если N меньше, чем NP, то на выход. Это в препаре. Да это везде. И здесь, и здесь. Ну, там, когда он послал акцептор, он же на акцептор. Он запомнил, что если он видел, что N больше, чем NP, он себе это NP обновил. То есть он теперь знает, что все сообщения младше можно игнорировать. А потом могут прийти другие препареры? Могут прийти другие, да. Ну вот, чтобы это все понять и понять, зачем все так происходит странно, нужно просто посмотреть на какие-то сценарии работы, и тогда вопросов станет меньше. Почему сразу весь протокол изложен? Потому что тут не с чего начать. Тут, на самом деле, все друг от друга зависит. Первую фазу без второй не объяснить и наоборот. Чтобы рисовать, нужна странная нотация. Вот мы рисовали раньше вот линии, таймлайн, стрелочки между ними, на сообщения бегали. Вот тут по-другому будет. Во-первых, мы не будем рисовать пропоузеров, они не нужны. Будут только акцепторы. Когда пропоузер отправляет акцептору сообщение prepare-an, то это будет выглядеть вот так. Синий пропоузер, он... Это будет выглядеть так. p3. Это означает, что акцептор получил prepare с ballot number 3 от какого-то пропоузера, от синего пропоузера, и ответил на него. Если это будет зачеркнуто, то, видимо, он получил, но проигнорировал, потому что 3 слишком маленькие оказалось. Следующий вариант, когда мы посылаем пропоузер. Это будет выглядеть так. Это означает, что акцептор получил пропоуз, принял его. Пропоузер пропоузер с ballot number 7 с значением y и принял его, ответил назад. Если зачеркнуто, то, значит, получил и снова 7 оказалось маленьким. Вот такая нотация. Вопрос есть? Удаляю. Теперь рассмотрим простые случаи. Постараюсь ложиться здесь. Пусть у нас есть красный пропоузер. Он отправляет… Я линию не буду рисовать. Посылает prepare на первого и второго акцептора, получает ответы, потом посылает им свое значение и за него голосует. После этого появляется второй пропоузер синий. Он посылает p2, p2 вот сюда. Значит, что он получает отсюда? Он получает отсюда пару… Ну, видимо, 0 — ничего. А отсюда он получает какую пару? 1x. Ну, то есть вот здесь вот у него 2 больше, чем 1. То есть ему отвечает promise на второй акцептор. И он посылает свою выбранную пару. Он уже проголосовал за пару 1x. Вот в этот момент синий пропоузер выбирает между x и ничем, выбирает x и записывает его, предлагает его под номером 2 и вот выбирает его повторно. Ну, вот так интуитивно у вас здесь два выбора состоялось. Сначала мы выбрали x, потом мы еще раз выбрали x. Но алгоритм так и устроен. Он может выбирать дважды, но, видимо, одно и то же. В другой случае вот такой вот, например. Чем он отличается? Ну, вот для p2 он не отличается ничем. То есть тут уже x не выбран, потому что он… Ну, что такое выбор, мы вообще не определили еще. Ну, пока интуитивно так, что тут раньше был x на большинстве, теперь x нет, но синий этого не понимает, не видит разницы и подхватывает вот это значение x себя и намазывает его на большинство уже сам. Вот очень интуитивно это похоже на тот алгоритм двухфазный, который у нас было. Чтение и запись. Вот мы читали, а потом записывали снова. Ну, вот здесь мы примерно то же самое делаем. Как будто бы читаем с кормом, а потом записываем. Дозаписываем, потому что мы не знаем, был ли он на корме или нет. Сценарий понятно? Значит, теперь чуть менее тривиальный сценарий, но тоже простой. Посылаем prepare с единицей на первого, второго. Посылаем propose на первый, он аксептится. Дальше приходит второй, синий, и посылает prepare сюда и сюда. Дальше сюда приходит propose от первого, и что с ним происходит? Отвергается. Он отвергается, потому что вот на этот prepare второй аксептор ответил промисом, пообещал игнорировать все сообщения, у которых n меньше, чем 2. Вот тут он получил единицу, значит, все, отвергается. И что же он будет предлагать, если у синего y лежит? Здесь пока он ничего не видел, а здесь он ничего не видел. Поэтому он предложит дальше свое значение. И будет как будто бы был выбран y. Есть ли вопросы какие-то? Синтаксически все понятно? Ну, он у синего был. Все propose начнут предлагать одно и то же значение? Сейчас. Ну, вот здесь нет, тут да. А когда мы считаем, что алгоритм закончен? Это хороший вопрос. Мы сейчас до него доберемся. Мы считаем, что у нас один точек форма в смысле, что мы одни и те общаемся с одни и те. Это отличный вопрос. Вот когда Лэмпорт не хотел объяснять, где же ошибка, а ошибка как раз в этом. В смысле, что вот видите псевдокод? И вот тут акцептор реагирует на предложение nv. И он, если его принимает, то он обновляет себе и np. Вот кажется, в статье Лэмпорта этого правила не было, и он подразумевал, что… То есть можно было подумать так, что вы можете вот это сообщение отправить на другой кворум, то есть во второй фазе пойти на другой кворум, но при этом np не обновлять. Вы здесь можете записать y на 2 других акцептора. Важно, что вы обновляете у них np. и на этой фазе, и на этой фазе. То есть ошибка в понимании в том, что вы можете, во-первых, здесь пойти на другой кворум, а во-вторых, не обновить np в этой фазе. Ну вот. То есть если мы сделаем prepare, то мы обязаны обращаться к тому же кворуму или нет? Черт, ничего не вышло. Нет, не обязаны. Мы обязаны везде обновлять np. Но если мы обращаемся… Если ты обновляешь np в обоих фазах на стороне акцептора, кворум не важен. Если ты не обновляешь и меняешь кворум, то плохо. Если не обновлять и не менять, то нормально. Да. Ну, видимо, да. Да. Ну, потому что зачем там менять уже? Там меньше-то не станет уже. Ну, на каждом акцепторе вот это np меняется монотонно, разумеется. Ладно, теперь нужно понять интуицию за всем этим, за этими двумя сценариями. Ну, или даже тремя сценариями. Давайте я вот здесь так нарисую. Как бы здесь есть, но не уверенно. Это значит первый сценарий, это второй сценарий, а это третий сценарий, чтобы адресация была. Так вот, зачем нужна фаза promise, фаза prepare promise? Вот у нее две функции. Первое, ну, два действия выполняются. Во-первых, вам акцептор отвечает свои пары, и во-вторых, он обещает не принимать младшие сообщения. Вот здесь, вот этот случай, он про то, чтобы вернуть пару. Здесь мы пользуемся этим свойством promise. Потому что здесь значение выбрано в первом случае, на большинстве уже лежит x. И мы с помощью пересечения кворумов узнаем о том, что выбор уже сделан, и перенимаем его, и снова намазываем. Но единственное, что иногда мы не понимаем, что он сделан, поэтому мы все равно намазываем. Но если выбор сделан, то мы его не поменяем, мы его повторим просто. Значит, это достигается с помощью вот пар N-A-V-A. То есть мы сообщаем о своем голосе пропоузеру. А в этом сценарии случай другой. В этом сценарии у нас есть два пропоузера, и они хотят предложить разные значения. И, очевидно, кто-то из них должен победить, а кто-то проиграть. То есть мы не можем допустить, чтобы сначала акцепторы проголосовали за оба за x, потом какие-то два других, оба за y. Вот мы для этого хотим один из пропоузеров заблокировать. Заблокировать с помощью вот как раз этого правила. Другое дело, что сам пропоузер, когда он отправляет prepare, ждет промисса, ну вот зачем эта фаза нужна? Потому что сам пропоузер не понимает, какой сценарий будет реализован. В этом сценарии выбор уже сделан, и мы его вот повторим. Мы его узнаем и повторим. В этом сценарии выбор еще не сделан, и нужно заблокировать конкурента. Что из этого понадобится, мы не знаем, поэтому мы делаем на две вещи разу. То есть мы не блокируем конкурентов и узнаем о выбранном значении. Как всегда, пропоузер, каждый участник в распределенной системе локально мало что понимает, поэтому он хочет как-то действовать безопасно. Понятно ли примерно, зачем это все было нужно? Ну вот тут можно увидеть блокировку некоторую сейчас. То есть вот как будто мы берем блокировку, то есть мы блокируем всех ранних пропоузеров. С другой стороны, если мы умрем вдруг, то этот протокол можно будет перехватить. Кто-то выберет новый больше, чем наш n, и вот перезапишет то, что мы там натворили. Не доделали. Вопрос, да. Ну на большинстве одно и то же значение y. Нет, мы пока не объяснили, что такое завершение алгоритма, что такое выбор сделанный. Мы поговорили пока про локальный выбор. Он про консенсус ничего не говорит, про саму задачу. А теперь нужно разобраться, а что такое выбор в терминах консенсуса. Вот сам Lampard. Что-то странное случилось. Беда. Это я могу стирать? Да. Хорошо. Все пока понятно? Если вдруг вы придумаетесь на досуге как это объяснить инкрементально, то я думаю, что вы прославитесь. То есть тут вот одна фаза от другой зависит циклически. Нетрудно заметить. Но это видно будет дальше. Значит, такой протокол, тут пока интуитивное понимание, что вот на большинстве одно и то же значение, видимо, это выбор. Другое дело, что тут, во-первых, нужно формализовать, что это значит, во-вторых, нужно об этом выборе еще и узнать, извлечь этот выбор из системы. Потому что то, что глобально что-то выбрано, участники могут сами не понимать. У каждого акцептора только своя маленькая кушка в мир, своя часть пазла. Он знает, за что он проголосовал, он не знает, что глобально происходит в системе. Хорошо. Понятие выбора. У Лэмпорта для этого понятия есть свое слово в статье Paxos Made Symbol. Он говорит, что chosen. Вот есть accept, а есть chosen. Это значит, что выбрано в терминах консенсуса. И у нас есть два варианта, на самом деле, как это определить, слово. Какие варианты? Ну, да, половина. Ну, большинство. Да, большинство. Что большинство? Имеют одно и то же время, видимо, с максимальным. Есть другие варианты? Закончили предполагать все свои? Ну, есть два варианта. В смысле, коротко слишком? Ну, типа, не по-гречески. А, не по-гречески? Вот, значит, то же самое. Ну вот, можно ждать, что одно и то же значение будет сейчас на большинстве аксепторов лежать, либо можно ждать, что одно и то же предложение, в смысле, пара NV будет лежать на большинстве аксепторов. Но если это правильно, то это сойдет тоже. Можно подождать, пока все поповы уже закончатся. Ну, они могут не закончить работу. Большинство. Ну, то есть, ты помнишь, что LifeLock обещали? Опасно ждать. Что подсказывает вам ваше сердце? Второе. Первое. Первое, да? Второе. Если мы выбрали вышку большинство, то мы можем другую фигуризовать. То есть, если часть тут вышек, то придется писать. Ну вот, утверждается, что это хорошо, а это плохо. Вот так не делайте. А чтобы убедиться, что плохо, нужно придумать контрпример. И вот он не очень тривиальный, но, может быть, вы понимаете, как он будет выглядеть? Ну, мы там. Ну, его нужно построить, но можно, в принципе, сразу представить, чем он заканчивается. То есть, что должно быть в самом конце, чтобы вот сломалось. Ну, очевидно, что должно быть, что V сейчас одно и то же на разных акцепторах, на двух акцепторах из трех, а потом внезапно на двух из трех уже другое значение. Вот, допустим, у нас есть X, и он на большинстве сейчас уже лежит, а потом появляется Y на большинстве. Вот что должно случиться в последний момент, чтобы так вышло? Мы перезаписали один из X. Но мы должны были через две фазы для этого пройти. Прикреп, пройти в разы. Ну, вот сейчас у нас три акцептора, на двух из них лежит X. Как получить теперь на двух Y? Видимо, с разными значениями. Ну, потому что, если так, то был уже спойлер. Ну, хорошо, а дальше что будет происходить? Ну, у них разные значения. Приходит какой-то третий новый пропозер. Почему? Ну, он же видит X этот обязательно. Он же здесь соберет кворум и увидит X. Непонятно. Может быть, вы понимаете, просто неохотно говорите. Давайте я буду рисовать, что у нас есть первый. Синий. Он делает P1, P1, A1, A1, X. Хочет сделать A1, X здесь, но, видимо, ему не удается, потому что появляется красный. И он перехватывает второго акцептора и говорит, что? Куда? Вот, это уже почти победа. Но после этого вы могли бы догадаться, что произойдет дальше. Да, давайте дальше сами. Ну, здесь A1X ломается, конечно. Вот, это считается очевидным. Что происходит дальше? На всякий случай, все помнят аннотацию? Потому что я, может быть, пишу что-то. Что нужно сейчас получить? Получить контрпример. Но чтобы сначала у тебя был X на большинстве, а потом стал Y на большинстве. Что? Ну, видимо, нам нужен еще один X, чтобы получился контрпример. И нужно с другим N. Да. Ну, третий приходит, да, P3, X. Ой, ну, P3. Зеленый? Да. Смотрели бешеных псов? Да. Да. Давайте он берет по 3 на 1. По 3 на 1 и по 3 на 1. Ну, да, например, X. Вот, и он отсюда видит X, отсюда видит ничего. Выбирает X. Выбирает X. Куда он его пишет? На 1 и на 1. Ну, тогда победа. В смысле, тогда пример закончится. Да. Может, там приходит A2X. А, там еще есть. Давайте он запишет его на A3. У нас как бы уже здесь вот первая сцена наступила. О, а потом приходит четвертый еще. Тут еще где-то красный сломался. Ну, где красный сломался? На A. Ну, он только на 1. Вот здесь вот. Что? А. 2Y. Не зашел. А теперь чувак приходит четвертый и ты ведь Y. И уже развалит его успешно. Ну, вот синий расстроился, он выбрал себе 4, и он куда уходит? На A1 и на A2. Ну, только A1X. А, да. А, да. А, да. И он не должен приходить, чтобы их слететь X. Он приходит сюда и сюда. Значит, получает отсюда что? 1X. А отсюда получает? 2Y. 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 И выбирает Y. Ну, и вот пусть ему повезет теперь. А вот этот выбор, он же будет детерминированным? Сейчас, ну, алгоритм пока был детерминированный. Нет, я про выбор решающих значений. Ну, мы выбираем значения с максимальным N. Здесь двойка максимальная. Вот, и получилось, что вот где-то, ну, здесь у нас на большинстве Y, а вот в этой точке вот сейчас вот на первом X, на третьем X тоже на большинстве X. И он как будто бы этот выбор поменялся. Ну, наверное, понятие выбора было неправильным. Если бы хотел отвечать, каково-то выдачное перенамазывать Y, в какой-то момент NB тоже будет с разными. Что? То есть это начнение пропоза, начнет перенамазывать тип. Начнет, да. Но N поменяется, да. В момент NB будет даже засовещено с разными. Ну, смотри, мы выбираем это значение. Мы говорим, что значение выбрано, если пропоза. То есть это определение, это определение, да? Смысл такой, что если у тебя есть выбранный пропозал, вот в этом смысле, то вот его значение — это выбор в сервинах консенсуса. То, что там будет меняться, это неважно. Ну, собственно, мы сейчас и покажем, что этого правила достаточно. С этим примером ясно все? Да, то есть, а с вторым мы ждем, когда… То есть, вот не подходит первый пример. Сейчас, а со вторым еще раз мы ждем, когда… А здесь, вот здесь выбор не сделан в терминах второго определения, потому что X на большинстве, но он с разными пропозал NB. выборами, а вот здесь сделан уже выбор. Вот, и мы хотим показать, что если вот здесь выбор сделан, то он уже не поменяется. То есть N может поменяться, а вот V уже не поменяется. Можно сказать, что вот все уже получили где-то ворум, да, и мы, значит, не принимаем, что это по 4, которое все бывает. Я не понял вопроса, но если вы разобрались сами, то я рад. Хорошо. У тебя претензии к алгоритму или к чему? Ты хочешь поменять алгоритм, поменять определение, тогда получится что-то другое, наверное. Почему мы не можем завершиться, когда у нас есть 1, 3, 1, x и 2, x? Ну, потому что никто не знает, что у тебя есть 1, x и 3, x. Если мы спросим, а 1, x? Ну, допустим, а3 умер. Он в другой части партишн, а ты не можешь с ним поговорить сейчас. То есть они должны продолжать работа. Ну, напомню, что, ну, хотелось бы отказоустойчивость, да. Здесь мы переживаем один отказ, видишь, мы завершаемся, когда мы набираем 2 из 3. А вот эти, если мы уже завершились, то есть, допустим, у нас пришел B4, A4, Y. Да. На 1, на 2, то мы все равно продолжаем работа. Ну, мы, в смысле, мы про позор прошли через 2 фазы, все, конец. Ну, в смысле, вот, да. Но мы понимаем, что мы выбрали значение. Акцепторы, они продолжают работать, то есть не... Акцепторы? Ну, да, это же память. Нейроны твои. Они не должны же умирать. К тому же эти нейроны, они не понимают, что происходит глобально. Больше ничего не может случиться еще. С кем? Ну, вот, с ними. Человек только не может быть. Сейчас. Ну, придет, может быть, и чего. Собственно, сейчас давайте докажем что-нибудь хорошее и, возможно... Большинство акцепторов, пропозеров нет даже на рисунке. Они разноцветные, видишь только, и все. Можно вопрос? Да. Можно сказать, что вы, ну, как правильно, если на большинстве акцепторов есть одно и то же значение, но к факту это не наблюдается ни одним узлом, потому что на большинстве... Ну, вот синий, это понял, возможно, сейчас. Но он может прямо сейчас умереть, да. Нет, но он помнит, что есть иксы, а то, что есть иксы, то есть, то есть, по сравнению, как бы папка никто не наблюдал. Не наблюдал, да. То есть, он наблюдает, то есть, вы получите папки второй условий, правда? Ну, второй вариант подпятения, когда... Нет, если ты вдруг увидишь, что у тебя на большинстве иксы вот здесь и здесь, и там изменишь, ну, пронаблюдал и дальше что-то. Ты хочешь алгоритм поменять? Ну, в смысле, к 6, если определить кубер-консенсус, он если какой-то из пропозеров пронаблюдал, то в конце второй фазы, что он на большинстве икс, то есть значение? Ну, вторая фаза, значит, состоит в том, что ты записываешь под одним n одно значение. Мы получаем второй вариант интерпретации выбор-консенсус. Я плохо понимаю твой вопрос. Да, полностью. Удаляю, да? Простое утверждение. Пусть у нас есть nv. Оно, этот пропозал, он chosen, то есть на большинстве аксепторов, большинство аксепторов приняли его. Вот одно. Теперь берем произвольный n штрих больше, чем n. Утверждение, что если в этом раунде, ну, раунд это множество сообщений, раунд это срез проекции на 1n. Если в раунде n штрих было отправлено сообщение n штрих v штрих, где n штрих больше n, то v штрих равно v. Ну, то есть, если nv было выбрано, большинство аксепторов его приняли, то никто ничего другого предложить больше не может. Ну, больше не может, это странная интерпретация, я к этому вернусь. Речь не про хронологию, речь про n. n и хронология не связаны. Доказываем мы, не заселивая индукции. База понятна? Индукция pn? Да. n равно n? Да, но если оно было выбрано, оно было предложено, вряд ли вот, вряд ли могло быть иначе. Теперь рассматриваем n штрих больше, чем n. nv было выбрано. Что это означает? Ну, просто по протоколу самому. Ну, вот был некоторый пропоузер, и он отправил некоторому кворуму сообщение propose nv и получил аксепты. Что означает, что кто-то выполняет, другой пропоузер выполняет propose n штрих v штрих? Как мы могли получить такую ситуацию? Ну, видимо, мы прошли через первую фазу успешно. Это значит, что есть некоторый другой кворум. Такой, что на этот кворум другой пропоузер отправил сообщение prepare n штрих и получил в ответ промисы. И, видимо, эти кворумы пересекаются по какому-то аксептеру, по крайней мере, одному. Ну, предлагается теперь посмотреть на этого аксептера внимательно, на его жизнь. Этот аксептер, он получал одно сообщение, получал другое сообщение. Ну, вот какое мы нарисуем первое? Ну, вот он получал prepare n штрих и ответил промисом. В то же время он получал prepare n v, пропоуз n v. Мог ли он получать его здесь? Нет. Почему? Нет. Ну, потому что в этот момент он бы получил уже n штрих, обновил его n v, оно монотонно изменяется, значит, здесь пропоуз был бы отвергнут. Значит, это сообщение было получено непременно раньше. Хорошо. Посмотрим теперь, от чего зависит, ну, как будет выбрано значение пропоузером с n штрих. Потом получил здесь промисы, в том числе от аксептора a со звездочкой. Но если он получил от кого-то промисы, то он получил точно n a меньшее, чем n штрих. Ну, иначе кто бы ему стал отвечать? Он получил, по крайней мере, одно значение. То есть у него было v, а не пустое, потому что вот это не пустое было записано вот на этого аксептора. Значит, v, а со звездочкой не пустое. И кроме того, он знает, что n, а со звездочкой, то он получил n со звездочкой, равное n, то есть максимум p, n, а, на который он посмотрит, он не меньше, чем n. Но он же получит все пары, в том числе от аксептора со звездочкой, и выберет из среди них пару с максимальным n. Но поскольку он получил, по крайней мере, с максимальным n, а, поскольку он получил, по крайней мере, n, значит, вот и выбор его будет тоже не меньше, чем n. Ну, а, видимо, по предположению индукции, все пропоузалы с номерами не меньше, чем n, они будут содержать в качестве v, исходное. Короче. Ну, вот и все. Точно выберет v. Ну, а не с чего. То есть он не может смотреть на пропоузалы с меньшими, с более старыми, потому что вот есть а со звездочкой, который видел, по крайней мере, вот nv. А почему у вас а со звездочкой инициализируем? Что? Почему еще раз инициализируем значение у вас со звездочкой? Чем инициализируем? Ва со звездочкой? Ну, почему там не что-то есть? Ну, потому что ты вот здесь вот пообщался с, по крайней мере, с акцептором, а со звездочкой, а мы выяснили, что на нем уже было значение, потому что он его принял. Вот ему прилетел пропоуз. Мы пытаемся понять, что вот этот пропоузер выберет вот здесь вот, после получения большинства промисов. Вот мы выяснили, что он получил хотя бы одно значение, не пустое, и мы выяснили, что он выбирает только среди пропоузеров с номерами не меньше, чем n. Ну, значит, он выберет какой-то там n2' v2', где n2' не меньше, чем n, и v2' равно v, предположение индукции. Вот, значит, мы это значение снова себе возьмем и будем снова его пихать дальше на наш акцептор. А в чем была база, это? База была в n' равно n. Ну, если ты, блин, нет, база, мне кажется, там очевидна. Просто написано, где кого n' больше n? Ты хочешь равно написать, да? Лучше стало? Да. Спасибо. Сложно не согласиться. Понятно? Почему мы гарантируем, что у нас возникнет состояние chosen? Почему не может быть какой-то лайфлок? Сейчас. Хороший вопрос. Но давай его отложим на секунду. Почему я нужду для белого? Какого-то? Сейчас. Что называется весь лайфлоком? А у нас chosen не может быть выбрать? Во-первых, вот мы определили, ну, про лайфлоки поговорим. Значит, первое. У нас есть понятие выбора. Понятие выбора, оно глобальное. То есть на большинстве лежит некоторое значение. Хорошо бы, чтобы кто-то, кто-то кроме нас об этом, кто-то кроме нас мог это понять. Без взгляда на систему все свысока. Как же это сделать? Ну, если вы пропоузер, и вы прошли через две фазы, наверное, вы понимаете, что происходит. С другой стороны, вы после этого умираете, и снова никто не понимает. Вот можно ли прийти, посмотреть на акцепторов, спросить у них, что у них сейчас лежит, и узнать о выборе? Так, пока я не забыл, еще маленький пример, комментарий к этой теоремке. Не стоило стирать только что. Значит, первый комментарий. Теорема, она про N, она не про время. Что могло быть во времени? Смотрите, вот у вас есть три акцептора. Теорема. Теорема. Ну, вот теория вам про то, что если в раунде один был выбран x, то и в раунде 2 будет выбран x, хотя вот в реальности все происходило немного не так, в другом порядке. Второе замечание про теорему. Там была картинка с кворумами, и вот один кворум был про то, что в раунде n вы пишете propose nv, получаете accepted, а в раунде 2 вы пишете prepare ns, получаете promises. Вот, и именно из пересечения этих кворумов вы получаете корректность. Так вот, никакого пересечения между одинаковыми фазами не требуется. Пересекаться должны кворумы первой фазы и кворумы второй фазы. Поэтому они могут быть разными. В этом пока мало смысла, потому что за этим всем не видно физического смысла. Но какая интуиция? Во-первых, что фазы связаны, и они друг без друга не живут, потому что они здесь в рассуждениях участвуют в таком виде. Они зависят друг от друга. А во-вторых, через неделю внезапно этими фазами можно будет увидеть уже очень понятный смысл физический. И там будет возможно понятно, почему можно выбирать разные кворумы для разных фаз. Где-то можно ждать большего числа узлов, а где-то меньшего числа узлов. И это чем-то мотивированным. Теперь к вопросу возвращаемся. Можно ли прийти на большинство узлов и понять, что через них узнать о сделанном выборе? Пусть выбор сделан. Мы приходим на большинство, читаем большинство и знаем выбор. Пусть у нас где-то лежит. Четвертый и пятый мертвые. Вот мы спросили у большинства, что они сейчас выбирали. Получили вот такие вот ответы. Знаем ли мы про выборы или нет? Нет. Почему? Не знаю. Но зато XO больше, чем Y. Ну вот ничего, действительно, потому что здесь может быть 2Y, а здесь может быть и ничего не быть. И как же в этом случае финализировать выбор-то? Акцептор умер? Эти 2 умерли. Никто ничего не понимает. Ой, пропоузер, который это все выбирал, умер. Акцептор, эти 2 умерли. Нет, я понимаю, что вы понимаете, но хорошо бы кто-нибудь сказал это вслух. Не я понимаю, а что делать? Всегда можно прийти и предложить что-нибудь. Суть. И если вы прошли через 2 фазы, то вы уж точно выбор зафиксировали какой-то. Еще раз. Если ты хочешь узнать, какой выбор сделан, ты приходишь и что-нибудь предлагаешь. Прошел через 2 фазы все, ты знаешь, что произошло. Не прошел, ты не знаешь, что произошло. Ну, нужно пройти через протокол, да. Предложить что-то с мамой. Сейчас акцепт произошел, мы же еще не знаем, что это будет окончательно. Нет, но если ты вот здесь вот прошел через 2 фазы, ты видимо знаешь, что выбор окончательно. Нет же, сейчас. Как нет? Определение состоялось. Мы знаем только, что нам акцепт сказать. Что большинство акцепторов приняло, и он тут же проползал с одним и тем же n. Это не победа. А если они в разный момент? Да, да, да. Если они в разный момент. Ну, кажется, что в теореме это никак не ограничивалось. Про время вообще не стоит думать ни к чему этому. Времени нет у них. У них у тебя в модели вообще. Что если в раунде n было принято значение пара nv, то, значит, во всех раундах, ну, то есть для всех больших build-number предлагаться может только то же самое v. Про время ничего не говорилось. Хорошо. Что такое за раунд? Раунд — это вот множество. Это проекция, наверное. Одно n. Значит, теперь мы, с одной стороны, вроде бы решили консенсус, с другой стороны, мы доказали, что решить его нельзя. Нужно убедиться, что противоречий нет никакого. Вот что говорит FLP-теорема? Не чувствуете, что я хочу. Считает ли кто-то, что противоречие существует между полученным результатом и FLP-теоремой? Ну, если мы докажем, что твой блок нет, то да, есть возможность. Нет, мы не будем ничего больше доказывать. Хватит уже. Ну, с одной стороны, мы выбрали одно значение, с другой стороны, нам запрещают его выбирать. Ну, теорема, которая была вот здесь, она не говорила, что будет выбрано значение. Она говорила, что если значение выбрано, то оно не поменяется. А FLP-теорема говорила, что не факт, что значение будет выбрано первый раз. То есть, если уж мы выбрали, то все, оно окончательное. Но то, что этот выбор состоится в принципе, гарантии нет. Почему гарантии нет? Нужен какой-то простой сценарий, который нас убедит в этом. Ну, вот такой тривиальный сценарий. Ну и так далее. То есть, они так на ноги друг другу наступают постоянно, и никто через две фазы не проходит. Вот. Но у этого сценария есть даже имя. Не очень важно. Глупость здесь в том, что у них в принципе может быть даже одно значение, но это им никак не поможет. Все равно никакого прогресса у них не будет, потому что в этом протоколе никто на значение не смотрит вообще. Смотрит только на N. Хорошо. Как же из этой ситуации выбраться? Как бы вы стали это делать? Смотрите. Утверждалось, что Atomic Broadcast и в один консенсус, значит, в любой промышленной системе, которая там реплицирует все через Atomic Broadcast, будет такая же проблема. Очевидно, ее нужно как-то решить. По самому производству? Подорожник приложить нужно? Ну, смотрите, тут ретраи происходят. Вот здесь вот. Ограничить количество ретраев. В алгоритме, в котором есть LifeLock, и LifeLock не будет. Неплохо. Нет, число ретраев ограничивать не стоит. Нам же нужно сделать выбор. Решение, оно абсолютно не зависит от протокола этого, оно про ретраи. То есть, если вы что-то в жизни ретраите, нужно ретраить так. Ретраить нужно… Вот такая вот политика ретрая. В чем идея? Ну, у вас есть некоторые… Ну, вы проходите через две фазы, где-то спотыкаетесь и хотите рестартовать заново. Ну, вот вы можете делать это сразу же, а можете не делать сразу. Можете некоторое время поспать. Зачем поспать? Чтобы дать другому успеть что-то сделать. С другой стороны, если вы выберете фиксированный тайм-аут, то может так получиться, что его не хватит. Поэтому вы берете ваш тайм-аут и начинаете его с каждой неудачной попыткой, с каждой неудачной итерацией его растить в два раза. В надежде, что если вдруг вы синий и вы красный находитесь на разных итерациях, то в какой-то момент времени у одного станет достаточно много между… То есть один будет спать слишком долго, за это время другой успеет пройти через две фазы. Вы на это надеетесь. Но, возможно… Возможно, нет. Возможно, вы синхронны совсем. В этом случае что нужно сделать? Ну, напомню, что теоремия FLP упиралась в то, что узлы детерминированные, но вот можно сейчас немножко это разбавить в требованиях. Ну, можно еще потрясти тайм-аут ваш. Не знаю. Ну, что-нибудь такое. То есть не этот T, а ваш два в степени. То есть если вы синхронны, то вы тоже как-то разойдетесь немножко. Ну, вот так и стоит делать. В смысле, если вы ретрайтесь, то ретрайт всегда примерно так. И смотрите, из этого можно сделать один любопытный вывод. У вас есть система, которая использует внутри себя consensus. Ну, она использует broadcast, значит, использует consensus в том или ином виде. И утверждается, что, ну, теорема говорит нам FLP, что где-то есть lifelog. То есть система может не отвечать некоторое время, несмотря на отсутствие сбоев. Это неизбежное ее свойство, ее поведение. Так вот, эти паузы, они, скорее всего, будут не из-за того, что вы в lifelog попали. Они, скорее всего, будут из-за тайм-аутов, которые вы туда напихали, чтобы из lifelog выходить. То есть, скорее всего, вы ждете где-то вот здесь, вот сейчас. Ну, опять же, не совсем так, но интуиция некоторая есть. Ну, и в реальных системах, конечно, делают не так. То есть не пытаются развести разных пропоузеров. Можно делать разумнее. Ну, вот тут мы вот… Вот вы идете по коридору, сталкиваетесь с человеком. Он налево, вы направо. Он направо, вы налево. По разумению? А по разумению? Можно запретить этому человеку ходить по коридору. Ну, что нужно сделать, чтобы проблему решить посерьезнее, поосновательнее? Ну, вот можно не пытаться вот этих конкурентов развести, а можно просто сказать, что давайте кто-нибудь один все-таки будет этим заниматься. Сбрасывай с лестницей. Сбрасывай с лестницей. Сбрасывай с лестницей. Ну, аналогия, она в какой-то степени, наверное, годится. Кровожадная слишком. Вот можно просто из всех этих пропоузеров, ну, то есть пусть они между собой выберут одного. Того самого, который спокойно пройдет через две фазы и финализирует выбор. Правда, что может случиться с этим лидером? Умрет. Ну, это не очень страшно. Но он умрет, кто-нибудь на место его завезет. Выбор лидера – это тоже какая-то задача консенсуса, по идее. Ну, сейчас я к этому немножко веду, но проблема с выбором лидера может быть не в том, что вы выбрали лидера, а он умер. Но, скорее всего, вы умеете как-то это задетектировать, ну, хоть как-нибудь, и выбрать нового. Или не умеете. Но я вам намекал в прошлый раз, что выбор лидера, с помощью него задача консенсуса решается тем или иным образом. Но, видимо, в условиях асинхронности вы не можете отличить мертвого лидера от какого-то медленно моргающего, которого отградил Partition. Поэтому вы можете выбрать нового лидера, их уже станет два. Но если их станет два, то протокол разберется все равно, поэтому беспокоиться не нужно. Но вот в этом, собственно, и суть Паксоса в том, что он… Если их станет три. Что? Тут их вообще неизвестно сколько, этих пропоузеров. И они справляются. Ну, как бы с трудом иногда, но справляются. Но в реальности у вас есть, скажем, звук импер, который внутри состоит из трех или пяти реплик, которые друг с другом общаются, синхронизируются через Atomic Broadcast, то есть внутри консенсус. И вы с помощью него решаете задачу выбора лидера в своей системе. А он внутри решает задачу выбора лидера, чтобы решить консенсус самому. Вот такие вот ситуации происходят. Что там? Звуки операторит Broadcast. Ну вот, так жизнь устроена. Хорошо. Теперь поговорим про рестарты. Или перерыв маленький сделаем? Перерыв. Давайте еще немного времени в вашем займу. Тут были какие-то вопросы в перерыве. И еще я, кажется, вспомнил, что стоило бы сказать вам. Вот смотрите, у вас есть выбор лидера. Некоторый анонс следующего занятия, где у нас будет raft. И в raft будет внезапно выбор лидера. Ну, потому что мы сейчас про него уже поговорили. Так вот, разница большая будет. Разница в том, что в raft выбор лидера, он по-другому, по аксусе. Выбор лидера, он будет абсолютно отвязан от самого протокола. Вот выбор лидера подразумевает, что вы обнаруживаете сбойные узлы, обнаруживаете, что лидер умер, выбираете нового. Вероятно, вы в этот момент используете каким-то образом часы, тайм-ауты, что-то подобное. Вот, вы уже видели, что не всегда можно использовать часы. Скажем, если вы таймстэмпы выбираете для записи, там алгоритм у нас был, и если у вас часы не синхронизированы, если у вас операция одна раньше другой, вы здесь таймстэмп выбираете внезапно больше, чем таймстэмп последующей операции. То, используя локальное время, показания локальных часов, то вы нарушаете модель согласованности. В то же время здесь для выбора лидера вы можете совершенно свободно использовать любые часы и что угодно. Ну, просто потому что от ваших ошибок не зависит ничего. Ваши ошибки не могут привести к нарушению корректности, к тому, что будет выбрано два разных значения. Просто сам протокол гарантирует, что что бы вы ни делали, как бы пропоузеры не конкурировали, протокол всегда добьется корректности. Ну, по крайней мере, не позволит произойти некорректному выбору. Короче говоря, liveness и safety, они вот полностью в этой задаче перпендикулярны. И это очень удобное свойство по аксессу. То есть вы эту проблему с FLP теоремой локализуете в одной простой подзадаче, как у бридпидера, и все, больше она… Больше в более широком контексте не думаете. Вам про время в протоколе знать не нужно. Дальше был вопрос, но я думаю, что это понятно, но на всякий случай скажу. Вот у нас были роли аксептор и пропоузер. Вот если мы говорим про задачу консенсуса, вот про эту, то аксептор и пропоузер — это один и тот же человек. В смысле, просто узел. У них просто задачи разные. У пропоузера задача руководить выбором. У аксептора задача запоминать. То есть один про состояние, другой про действие. Ну и, соответственно, один узел, он исполняет и ту, и другую роль. Когда он отправляет сообщение prepare, он действует как пропоузер. Когда он получает сообщение prepare от другого узла, он действует как аксептор. То есть у вас, может быть, просто две стоит машины в программе, которые вот так по-разному действуют. Узел — это, конечно, один и тот же. Дальше маленькая заметка про рестарты. Вот как сделать протокол, который… Как из паксуса сделать протокол, который переживает рестарты? Рестарты уже? Угу. Передвертами на виск. Ну вот что нужно сохранять на виск? Вопрос может быть очевидный, но тогда ответите на него. Чего? Молчать. Смотрите, тут есть сообщение promise. Нам некоторое обещание дает. Вот хорошо бы, чтобы это обещание исполняли. И здесь вот рестарт узла с потерей этого обещания, он просто эквивалентен тому, что вы никаких обещаний не даете и не соблюдаете протокол. Очевидно, что византина здесь никакая не поддерживается. То есть вы на стороне акцептора, прежде чем ответить promise, вы должны что сделать? Обязательно на диск записать вот это новое значение NP. Ну и вот те самые несмываемые чернилые таблички в парламенте, у Lampart — это как раз этот самый диск. Ну и наконец самое последнее замечание. Оно про то, что вроде бы вот если посмотреть на эту цепочку, то мы задачу решили полностью. Может, могло бы так показаться. То есть мы умеем делать это сведение, мы умеем делать это сведение, мы умеем задачу решать. Ну, конечно же, вот код так никто не пишет. В смысле, никто не пишет решение задачи консенсуса и не вставляет его на уровень выше. То есть если мы просто развернем буквально вот эту цепочку сведений, то мы получим что-то очень простое, очень модульное, где вот каждая часть изолирована над другой, но абсолютно непрактичное. Чтобы получить что-то практичное, нам нужно это все размотать, а потом вот эту модульность нарушить и все вместе склеить, чтобы оптимизации прорастали через разный этап. Вот если вам интересно, что придумали в алгоритме RAFT, там не придумали алгоритм консенсуса, там придумали, как это все размотать, а потом склеить. Так, чтобы получилось побыстрее, поэффективнее. Ну и написали об этом статью целую и PHD написали. Вот RAFT, он про это, он не про новый алгоритм консенсуса на самом деле. Ну, а как это сделать, мы об этом поговорим в следующий раз. Вот такой анонс. Мы начнем с задачи консенсуса, вот с basic паксуса, а потом попытаемся из него получить atomic broadcast. Ну, сначала просто взяв вот эту конструкцию, это сведение, как оно есть, а потом попытаюсь что-то в нем оптимизировать. Если у нас это все получится, то, возможно, мы увидим, что мы получили алгоритм RAFT. Но, к сожалению, его уже написали, так что тут ничего не выйдет. Вот.